Приветствую вас, я думаю, что каждый эксперт, каждый специалист может предложить что-то своё, это абсолютно нормально, вот, и каждый специалист своей школы, вот, может предложить свои методы и свои техники по работе с тем, что вы говорите. Но, мне кажется, что здесь есть несколько важных моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. В первую очередь, сама постановка вопроса, получить прикладные знания о поведении с хамами, уже звучит рационалистически. Что это значит? Это значит, что вы уходите в интеллект, вы уходите в рационализацию, вы уходите в анализ. Таким образом, вы защищаетесь, но не решаете ключевую проблему. А именно, то, как хамство на вас влияет, на вас задевает, вам оно неприятно. Это первое. Второе. И что бы, что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели, некоторые люди всё равно будут хамить и всё равно будут грубить, ну, потому что они такие. И никакая стратегия их от этого поведения не отучит. Да, оно может сделать их действия бесполезными, но не отучит. Поэтому, многое зависит от того, как вы сами воспринимаете себя. Повторюсь, анализ здесь далеко не лучший вариант, далеко не лучший вектор направления. Следующее. Вы спрашиваете о том, значит, что бы вы смогли мне дать, как бы мы с вами прорабатывали это. Этот вопрос выдаёт некоторую то ли настороженность у вас, то ли недоверие, то ли сомнение. То есть, короче говоря, опять же анализ. Опять же интеллект, но не чувство. И в целом, вот эта вот позиция, что вы пытаетесь уйти в интеллект, не слыша при этом себя, свои чувства, свое сердце, и не являясь тем самым, самой собой, вот эта позиция им мешает вам взаимодействовать адекватно с хамом. Почему? Хамы тоже не люди, как иностранцы. И как все другие люди, они могут быть разными, это разные люди. И хамство у этих людей разное. И отвечать на хамство иногда хочется по-разному. И вот идея заключается в том, чтобы вы слышали себя. Идея моя заключается в том, чтобы вы прислушивались к себе и отвечали на хамство так, как вам хочется в данный момент. Иногда хочется поспорить, иногда хочется сказать о том, что вам больно, что вам неприятно, что-то и так далее. Иногда хочется что-то ещё сказать. В разных ситуациях, разные моменты, но для этого нужно слышать себя. Не уходить в интеллект, не искать идеальную стратегию. Эффективная, идеальная стратегия не существует. Если вы хотите научиться манипулировать, это немножко другое. Я не знаю насчёт, как бы, своих коллег, но я сам, как бы, манипуляцией не занимаюсь и, соответственно, мне запроговорят вопрос в психотерапии. Вот как бы всё. То есть, Эльвира, когда вы спрашиваете, что бы вы смогли мне дать, это в корне такой некорректный вопрос. Дело не в том, что мы сможем вам дать, дело в том, что бы вы обнаружили в себе ресурс, который позволил бы вам как можно дешевле для себя взаимодействовать с людьми, которые хамят. Понимаете? Ну вот. А для этого, вероятно, вам придётся отказаться от некоторых привычных моделей поведения, которые у вас есть. Ну, например, вот, то, что вы пытаетесь подобрать какую-то именно эффективную, универсальную стратегию, то, что вы хотите узнать техники и методы, ведь это тоже анализ. Вы очень серьёзно влияете на своё восприятие, например, имеется в виду, что вам не нужно знать, как это мы бы с вами прорабатывали, потому что, зная это, мы бы пытались это контролировать. Вы, собственно, и пытаетесь это узнать, чтобы контролировать. Но это не так, не так работает. Это работает так, что каждый специалист предлагает что-то своё, как я уже говорил в самом начале. И вам откликается то, что специалист говорит или предлагает, да, вам это откликается. И вы просто начинаете с этим специалистом работать. Не потому что вы получили какую-то универсальную историю, универсальный метод. Нет. Потому что вот что-то в груди откликнулось на его слова. Что-то сердце подсказало. Знаете, какая штука? Вот. Вы же, повторюсь, уходите в интеллект и в рационализацию. Там ответа на ваши вопросы нет. Единственный способ эффективно взаимодействовать с хамами, манипуляторами, это быть собой. Но, чтобы быть собой, повторюсь, не нужны эффективные стратеги. Это больше, наверное, к Дейлу Карнике, если вы слышали атаку. Не нужны эффективные стратеги, чтобы быть собой. Чтобы быть собой, нужно брать и слышать себя. Работать с чувствами. Вот. И, наверное, учиться принимать в себе что-то вроде страха, что-то вроде слабости. Потому что вы же здесь говорите-то, по сути, про борьбу. Я вот не знаю, не знаю. Ну, замечаете вы это или нет, но вы говорите про борьбу. Здесь. Вот. И... Об этом речь. Вы говорите про борьбу. А борьба это всегда вселенная проигравших. Борьба это всегда вселенная победителей. Вот. Но в жизни, в реальной жизни и в реальных взаимоотношениях нет победителей и проигравших. Вот. Это просто люди со своими желаниями, со своими чувствами. Вот. И все. Поэтому, если вам такая позиция близка, то то, с чего бы начал, например, я, это с... Работая с вашими реакциями на этих людей. Ведь не случайно вам такие люди попадают. Не случайно вы замечаете таких людей. Вот. Я думаю, что, вероятно, вероятно, это может быть связано с вашей тревожностью. Ну, такой вот общей тревожностью, которая, ну, вероятно, у вас имеет место быть. Вот. И, соответственно, определенного склада людей, определенного характера люди чувствуют это. Вот. Замещают это. И, соответственно, реагируют на вас. Таким образом. Вот. Вот. А вам как кажется, что это вот, значит, ну, что это вот вам такие люди попадают и попадают? Ну, на самом деле, это не совсем так. Это все-таки следствие того, как вы воспринимаете сами себя. Вот. И это, в принципе, можно подкорректировать и даже нужно это подкорректировать, чтобы облегчить вам жизнь. Вот. Не менее важный интерес представляет вопрос о том, насколько вы увлечены своей жизнью. То есть, что еще помимо вот проблем хамства у вас есть? То есть, чем вы увлекаетесь, насколько вы увлечены? Ведь, понимаете, на такие вещи, как хамства, можно обращать внимание, когда нет чего-то, что тебя увлекает. Я хотел бы заранее развести эти понятия, ну, несколько вот этих вот понятий, чтобы не было путаницы. Потому что я не имею в виду сейчас, что нужно терпеть хамство. И я не имею в виду сейчас, что не нужно на него никак реагировать. И я лишь только хочу сказать, что на это меньше обращаешь внимание, когда увлечен своей жизнью. На это меньше обращаешь внимание, когда тебе интересна твоя жизнь. На это меньше обращаешь внимание, когда, ну, есть другие дела, когда есть другие увлечения, когда, ну, ты увлечен чем-то. Понимаете, какая штука. Вот. И это почему вопрос к вам, насколько вы увлечены своей жизнью и насколько вам она интересна? Вот. Я не говорю, что вам она не интересна вообще. Вот. Я не пытаюсь это сказать. Я пытаюсь сказать только вот то, что вполне возможно, вполне возможно, что задевает вас, вот, то, что задевает и неприятно вам то, что задевает вас. Что неприятно. А еще и по этой причине, может быть. Вот. Именно по этой причине. Это не единственная причина, я не хочу, чтобы вы думали, что это единственная причина, но она тоже может влиять. Ведь если будет что-то, чем вы будете увлечены и что вас, условно говоря, полностью поглотит, увлечет, то все эти проявления хамства покажутся довольно-таки не значительными вещами. Вот. А, повторюсь, на всякий случай, что это отнюдь не означает, что это нужно терпеть и принимать. Нет. Просто здесь я предлагаю такой вот немного всесторонний подход. Понимаете? То есть рассматривать данную проблему не как изолированную проблему, но как, так скажем, элемент, ну глобальный вообще жизненный элемент. Вот. Ага. Это, мне кажется, куда более эффективно, чем, например, рассматривать проблематику как-то вот, ну, изолированную, да? Вот. Когда мы видим только вот это и решаем только вот вот это, то есть, ну, обращаем внимание только на вот, значит, ну, только на вот эту вот трудность. Ну, это не бывает изолированных. Вот. Я очень хотел бы, чтобы вы вот, эм, для себя увидели этот момент. Вот. Что не бывает изолированных проблем. У вас есть определенная энергия, она, эта энергия, должна себя как-то проявлять, она, эта энергия, должна находить выход. Вот. То есть, она должна выражаться, эта энергия, и она, собственно, благополучно это делает. Вот. Вот. Вам будет, э, вот за вас будет, будет значимо хамство, э, в частности, э, в том числе, до тех пор, пока, э, ничего более интересного в вашей жизни не будет. Понятно, что это не единственная причина, но помимо тех, что я уже назвал, тоже является важным. Почему я, э, э, стараюсь уделять этому внимание. Может быть, даже много, много внимания. Ну, может быть, вам так, э, вот, показалось, что я уделяю этому много внимания. Почему? Ну, ответ достаточно прост, потому что, э, э, вам, э, с вашим, э, таким вот, э, 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 э от обращения внимания на другие стороны вашей жизни. Но, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, и с моей точки зрения, это важный момент, это важный момент. Поэтому я и предлагаю вам на них обращать внимание, даже если вам это покажется пустой тратой времени. Понятно, что если вы не готовы к такому подходу, да, подходу, слегка деликатному, подходу, такому вот, немножко, я бы сказал, незрапливому, вот, например, если у вас есть подозрение, что таким образом нас пытаются развести на деньги, то, конечно, вам это не подойдет. Вот. Но если вам это импонирует, вот, то я рекомендовал бы в этом направлении двигаться. По крайней мере, со своей стороны, со стороны своих взглядов, своего опыта и своей практики я предлагаю именно такой подход. Ну, а решать выбирать уже, конечно же, вам и только вам. на этом, пожалуй, можно потихонечку заканчивать. Ну, ответ, он получился несколько длиннее, чем изначально я хотел, но зато, я надеюсь, получилось раскрыть все важные нюансы. Вот. Если заметить, я говорил в основном не о хамстве, да, не о вашей реакции на него или на них, а в основном я говорил именно о вашей жизни. Старался говорить в основном о вашей жизни, вот, и старался говорить о вещах, может быть, находящихся на стыке, именно на стыке того, что с вами происходит. Потому что нельзя взаимодействовать с жизнью, своей жизнью и, собственно, жизнью других людей. Нельзя взаимодействовать только в какую-то сферу. Люди взаимодействуют на множественном грани своей жизни друг с другом, вот. Условно можно сказать, что хамящий человек взаимодействует своей скукой с жизнью другого человека. Можно, конечно, здесь резонно заметить, какое я имею отношение к его скуке. И вы, конечно же, будете правы. Но это уже вопрос немножечко второй. Надеюсь, моя мысль и мой взгляд найдут вас отклик. Даже если вам не захочется работать по такому направлению, вот, по такому вектору, я все же надеюсь, что определенную пищу для размышления у меня бы дать, как минимум, получилось. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, если вы все-таки решите это делать. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успехов в решении своих табли.